Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы обсудим противостояние игровых площадок на ПК. У нас есть Steam, это мастодонт, тираннозавр, супергигант, с которым на текущий момент никто не может тягаться. Более миллиарда зареганных аккаунтов, там окей, куча дублей, но всё равно это очень много. Около 130 миллионов уникальных пользователей в месяц, порядка 60-70 миллионов в день. Всё это Steam. И понятно, что сравниться с ним не может никто. Но, во-первых, так было не всегда, а, во-вторых, интересно разобраться, а кто вообще, вот чисто теоретически, мог бы потеснить Steam и либо забраться на вершину этой пищевой пирамиды, либо отъесть значительную её часть. Потому что желающих выше крыши. Лавры Steam не дают покоя очень и очень многим. Кто же вот откажется от кучи денег почти за красивые глаза, когда не нужно делать собственные игры, а можно просто сидеть попой на проценте и прекрасно себя чувствовать. Давайте разложим всех потенциальных убийц Steam по полочкам, посмотрим, кто там самый активный и необычный, откуда говенно стоит ждать удара из-под тяжка, или не из-под тяжка, а прям мощного хука. Запасайтесь вкусняшками и поехали разбираться. Но сначала небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня снова Е-каталог. Спасибо большое, что проявляете активность и переходите по ссылочкам. Просто часы на Е-каталоге мы уже выбирали, а сегодня повыбираем смарт-часы. Многие уже заметили, что у меня на руке не мои стандартные фосселы. Это, если что, Amazfit T-Rex Pro. Купил я их совсем недавно, причина очень простая. Мне по работе стало нужно постоянно узнавать время с точностью до секунды, потому что стало очень много колов. И постоянно нужно получать пуши из мессенджеров. Телефон для этого не всегда удобен. Стал вопрос, а что брать? И тут важный момент. Производители называют смарт-часами вообще все подряд. Но на деле подобные устройства можно условно разделить на две группы. На настоящие смарт-часы. В них установлена полноценная операционка, например, Wear OS. И, соответственно, на них можно ставить различные программы. Но при этом время работы и полноценных смарт-часов обычно сильно ограничено. Максимум пара дней, если, конечно, речь не о гарминах, но они стоят просто космических денег. И второй вариант это, по сути, фитнес-браслеты с функциями оповещения. Там обычно стоит простенькая РТОС, но за счет этого и работают они без подзарядки неделю, а то и больше. Я обчесал репу и понял, что вот функционал именно таких часов мне более чем достаточно. И деньги сэкономлю, и нужные функции все будут, и заряжать часы придется редко. Как выбирал? Зашел на Е-каталог, гаджеты, умные часы и браслеты. И дальше прям по сортировке. Смарт-часы, форма круглая, дисплей цветной. Еще мне нужен пульсометр, GPS-модуль, стекло Gorilla Glass. И получаем на выходе несколько десятков моделей, среди которых есть как раз мои T-Rex Pro. Сразу скажу, за такой функционал ценник именно на T-Rex завышен. Я взял их исключительно из-за дизайна. Просто понравились. С теми же функциями можно подобрать часы раза в полтора или даже два дешевле. И они даже с динамиком и микрофоном будут. В T-Rex, если что, их нет. Собственно, ссылочка на умные часы на Е-каталоге ждет вас в описании. Или можете по ней же выбрать что угодно еще, что вам нужно. Напомню, что Е-каталог это именно поисковик с удобной сортировкой и динамикой цен. Плюс там есть отзывы и дополнительные материалы. Так что сначала подбираете на Е-каталоге, а после этого идете в магазин. Конец рекламной интеграции. Погнали дальше. Итак, кто же хочет, может и конкурирует со Steam. Первые конкуренты, которые существуют давным-давно, это лончеры крупных издателей. Габен когда-то выпрыгнул как чертик из табакерки и умудрился подмять под себя продажи большей части игр на ПК. Что интересно, крупные издатели не сразу заметили засаду. Потому что на тот момент большая часть игр продавалась на дисках. И Steam рассматривали просто как возможность еще немножечко заработать. А когда все опомнились, было уже поздно. Онлайн-продажи росли, а все пока бояре уже сидели в Steam. А крупных издателей это совсем не устраивало. Потому что для них потери 20-30% выручки было очень и очень существенным ударом. Одно дело, когда ты теряешь 30% на продажах 10% тиража от игры. И совсем другое, когда на 50%. И издатели начали плодить свои собственные магазины. Кто-то в гонку со Steam напрямую не вступал и издавал у себя только свои собственные проекты. Кто-то пытался таки сражаться с Valve, там какой-нибудь Origin, много лет пытался конкурировать со Steam по-серьезски. Но вышло не очень. Особняком стоит GOG. Там есть свои мощные плюсы, но до аудитории Steam, конечно, очень и очень далеко. Есть куча более мелких площадок, каждая с своим набором игр. Но они настолько маленькие, что на Steam даже лаять не могут. Это даже не моськи, а так, бложки. Последними мега-мощную атаку на Steam предприняли Эпики. С экономикой и эргономикой там все очень далеко от идеала. Но EGS изначально задумывался как прямой конкурент Steam. И чтобы отъесть сколь-либо серьезную часть, Эпикам приходится заваливать все вокруг себя деньгами. Это вот лишний раз доказывает, что для сражения с Valve нужно быть супер-огромным и иметь очень много денег. Потому что океан площадок для ПК-гейминга давно даже не красный, а алый от крови тех, кто в нем варится. Есть Мастодонт Steam и все остальные. Вторая мощная кучка-могучка, которая вполне может бодаться со Steam с точки зрения ресурсов, это крупные платформы-держатели. Microsoft, Sony и Nintendo. И тут ситуация еще интереснее. Microsoft вообще пролюбила на ПК все полимеры, когда долгое время не могла навести порядок в Microsoft Store. Причем это даже не просто взгляд со стороны. Они сами в интервью это не раз признавали. Вроде бы есть их магазин, принадлежащий владельцам главной операционки, но никто в нем ничего не покупает. Помните чудесную ситуацию с Call of Duty Infinite Warfare? Тогда Microsoft возвращала деньги всем, кто купил игру в их магазине. Потому что Activision совершила абсолютно идиотский поступок. Она разделила серверы игры для Steam и Microsoft Store. То есть по сути они сказали, на ПК у нас не единая платформа, а как бы отдельная платформа это отдельные магазины. А в Microsoft Store колду купила так мало народу, что онлайн вообще не набирался. Даже на очень маленьких картах. Сейчас с выходом Windows 11 майки за свой магазин наконец-то плотно взялись. Плюс они активно расширяются за счет Xbox Store и Game Pass. Но почти все их игры все равно выходят в Steam. То есть как бы нас заманивают подпиской, но особо не настаивают. Но можно не сомневаться, что вот сейчас на фоне нормального развития своего Xbox направления, они и ПК рынок будут стараться максимально подмять под себя. Просто как это обычно бывает у Microsoft, это будет такая затяжная позиционная война, а не Tank Rush. Sony вроде бы тоже активно щемится на ПК, но вот строить свой собственный ПК-магазин в ближайшее время они вряд ли будут. Все у них тоже идет через Steam. Через что они вот могут начать поддавливать Steam, так это через клиент PS Now для ПК. Но он запущен пока в очень небольшом числе стран, и про облака мы еще поговорим. Ну и с Nintendo тоже все понятно. У нее все отлично со Switch, и на ПК им сейчас обращать внимание особенного смысла нет. Тем более, что вот по приоритету после их собственной консоли, с их же собственных слов, главное для них это мобильное направление. Так что платформа-держатели не то чтобы в минусе, но вот суперактивности именно в плане игровых лончеров на ПК, они не проявляют. Кто еще мог бы вступить в гонку? Разумеется, платформа-держатели мобильные. Apple и Google. Мощи им вполне хватит, но в Google сейчас не те настроения после усаживания в лужу со Stadia. А Apple вполне довольствуется тем, что она первая по объему продаж на мобильном рынке. Хотя вот если подтвердятся слухи про их консоль, возможно их и можно будет рассматривать как компанию, которая будет конкурировать со Steam. При условии, что консоль будет как бы ПК-ориентированная, условно говоря, например, на Mac, и там они могут еще и за ПК-рынок тоже пободаться. Но это все настолько вилами по воде писано, что сейчас обсуждать бессмысленно. А вот что обсуждать не бессмысленно, так это как раз облака. Клауд-гейминг. Они Steam, как вы понимаете, очень медленно, но все же поддавливают. Где-то там, на границе упорядоченного, неназываемый потихонечку жрет краешки миров. Но со временем, скорее всего, попытается сожрать всех. И в этой битве, кстати, участвуют многие из тех, кого мы уже обсуждали. И консольные платформы-держатели, и Google, которая нахрапом пыталась бахнуться со Stadia, но ничего не вышло. И там много кто еще варится. Облачный гейминг сейчас рассредоточен, разбросан по куче площадок. Даже крупные участники гонки вынуждены лицензируют платформу более мелким компаниям, у которых есть точки доступа в нужных странах. Но глобальное погружение в облако — это таки дело далекого будущего. И когда время придет, битва там будет такая, что мало не покажется никому. Океан будет не красным, а прям черным. Потому что кровь будет литься из самого сердца участников битвы, которая сейчас медленно-медленно набирает обороты. Но сейчас это все кажется таким далеким и несущественным. Кто еще? Внезапно онлайн-кинотеатры. Они пока очень слабо чешутся, но у них есть и куча денег, и огромная аудитория. Более того, эта аудитория очень сильно пересекается с игровой. Если посмотреть всякие выступления на конференциях и просто высказывания руководителей крупных игровых компаний, то они считают, что именно кинотеатры могут вступить в битву и попытаться отъесть значительную часть пока рынка. Когда недавно Netflix объявила о своем игровом направлении, многие издатели заволновались. Но единственный момент, в Netflix пока нет большого числа спецов именно по продвижению и подгребанию к себе игр. А для этого ведь нужно мощное бездев направление. Куча игровых маркетологов, игровые команды, которые будут решать все проблемы на площадке. То есть это прям огромная инфраструктура, которую надо создавать и развивать. И внезапно похоже, что Netflix ни в какой суперглобальной битве участвовать не планирует. Направление они стартанули, Night School купили, но сразу в нескольких интервью руководство Netflix уже заявило, что не планирует покупать большое количество студий. Плюс в целом их игровой раздел это скорее такое, долгосрочное прощупывание ниши. Поэтому война, которую многие ждали от онлайн кинотеатров, если и случится, то все-таки в отдаленном будущем. Пока никто из кинотеатров в битву со Steam напрямую вступать не планирует. Но по крайней мере они об этом не заявляют. И в эту же кучку-могучку можно записать различные кинокомпании в целом. Многие из них на игры давно очень посматривают. У некоторых есть свои геймподразделения, но по масштабу все-таки они пока вотстающие. И когда их просят объяснить свою маленькость, многие открыто говорят, что они упустили момент и теперь наверстывать очень сложно. Даже такие гиганты, как Warner Brothers, до сих пор во всем, что касается игр, чувствуют себя не особо уютно. И когда появляются слухи, что они хотят от игрового подразделения избавиться, им все охотно верят. Но и это еще не все. Есть еще азиатские издатели-мастодонты, работающие не только в игровом секторе. То есть ребята, похожие на Epic Games, только значительно больше. Например, Tencent. Они уже запустили на Западе свою собственную игровую платформу, V-Game. И какой-то суперактивности там на данный момент нет. Но с Tencent такое случается часто. Они долго прощупывают нишу, особенно если она западная. А потом могут в одночасье начать бомбить по всем фронтам. В Китае-то у них аудитория вполне сравнимая с цифрами, которые есть у Steam в остальном мире. В Steam 110-130 миллионов активных пользователей в месяц, а у V-Game около 70-80 миллионов. То есть по числу игроков они почти в одной весовой категории. И теперь после заявления Netflix скорее именно их надо рассматривать как прямых ближайших конкурентов Steam, а не онлайн-кинотеатра. Есть еще одни ребята, которые запросто могут пободаться с Valve. Более того, похоже они в ближайшем будущем планируют именно это и сделать. Речь про Амазон. Они огромные, развиваются с невероятной скоростью и подминают под себя самые разные ниши. И в гейминге у них сейчас интерес предельно серьезный. Они давно начали развивать собственную разработку и издательское направление. Получается у них конечно с переменным успехом, но уже почти 10 лет они это направление даже и не думают бросать. А наоборот вливают туда все больше и больше денег. Плюс они запустили свой клауд, гейминг, луну. Плюс ходят слухи, что в ближайшее время они собираются заняться масштабным изданием сторонних игр. Вот помните про слив кучи данных из Steam? Там как раз была информация про Vapor. Якобы амазоновский аналог Steam. Да и в целом опыт продажи игр, хоть и мобильных, у них очень и очень большой. Это Amazon App Store, через который Android приложения скоро будут запускаться на 11 винде. И это кстати коллаборация, которая может помочь и Амазону, и Майкрософт попадаться со Steam уже совместно. Если конечно они всерьез на это решатся. Ну и конечно важно помнить про крупных производителей железа. Косано мы их как бы уже упомянули, там тот же GeForce Now. Но есть и более интересные проекты, которые пытаются подбить клинья под Steam своей, скажем так, необычностью. Возможно слышали года два назад новость про то, что Брайан Фарга запускает своего убийцу Steam, робот Кэш. Так вот, за это время Брайан скооперировался с AMD и выпустил свой лончер в Бетту. Там сейчас под две сотни игр, но вроде бы мало, но есть три важные особенности. Особенность первая для издателей. Магаз берет всего 5% комиссии. То есть даже не 12, как Epic Games, а всего 5. Второй момент для игроков. Игры в робот Кэш можно перепродавать. При этом большую часть денег, 70%, получают разработчики игры. Так что да, много на перепродаже не заработаешь. Еще 5 берет магазин, и 25 остается как раз таки игроку, который игру продает. Но все равно, возможность на деле уникальная. И третий момент. Робот Кэш это блокчейн-платформа. В ней можно майнить крипту и покупать на нее прямо в этом же магазине игры. Но и Магаз, естественно, тоже берет свою маленькую долю. И кого-то это все жутко отпугивает, а кого-то наоборот жутко привлекает. В общем, потенциальных конкурентов у Steam довольно много. Некоторые спящие, а некоторые наоборот активно развивающиеся и явно нацелившиеся на кусок ПК рынка. Основных мы разобрали. Но если что-то забыл или упустил из вида, пишите в комментариях. Кто еще мог бы попадаться с Valve на ПК-поприще? Но основной вопрос, который хотелось бы сегодня обсудить, это кто с вашей точки зрения имеет максимальные шансы догнать Steam. Пишите свою версию, ну или если считаете, что это невозможно, кратко объясните почему. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok